Всем привет! У меня наконец-то появился на обзоре Hot Wave Pad 8. Это очень интересный планшет. Этот планшет с момента, как только он начал продаваться, примерно летом этого года, он уже имел прекрасные соотношения характеристик и цены. А сейчас он упал в цене, и если кому интересно, ссылка на него будет в описании. Посмотрите, сколько он стоит. И он стал еще более интересным и желанным. Ну что ж, давайте посмотрим, что он на себя представляет. Это будет первое знакомство, первое впечатление и небольшой обзор. А подробный обзор будет после всех тестов на основном канале. Поехали! Планшет приходит вот такой вот запечатанный. Коробка очень похожа на коробки от iPad. Если посмотреть на характеристики, которые приведены на задней крышке, то видим, что здесь у нас уже проверенный 606 процессор от Unisoc. Также у нас 8 гигабайт оперативки расширяемой и 256 накопитель. Камера на 5 и на 13 мегапикселей. Дисплей 2К 10,4 дюйма, разрешение 1200 на 2000. Батарейка 7500, Android 13, цвет серебристый. Модель 8256, других модификаций не бывает. Также есть модели с клавиатурой, но чехлы, насколько я знаю, всегда идут в комплекте. Сейчас распакуем и посмотрим. В комплекте получаем 2 салфетки, сухую и влажную. Точнее, это влажная, это сухая, для того, чтобы можно было поклеить стекло. Стекло идет также в комплекте защитное. Стекло простое, с вырезом под камеру, с небольшим эффектом 2.5D технологии. Вот здесь 2.5D технология. Очень приятная на ощупь. Да, чехол у нас идет в комплекте. Под транспортировочной защитной пленкой есть основная защитная пленка. Не поддевается основная пленка. По качеству она неплохая, по олеофобному покрытию. По крайней мере, мне нравится то, что я на ощупь ощущаю. Понятно, что не верх инженерной мысли. Здесь видим, что поклейка немножко кривоватая. То есть, здесь у нас слегка есть воздух. Посмотрим, выйдет ли он у нас самостоятельно. Нет, наверное, так и останется. Но это не критично. Если мы снимаем чехол, то видим, что он идет с этой стороны матовый. А края у нас полностью глянцевые, прозрачные. Планшет полностью алюминиевый. И это не только приятно холодит руку, но еще и будет надежным в эксплуатации. Блок камер у нас выглядит вот таким образом. Основная камера, вспышка и модуль фейковый назовем. Но некрасиво звучит. Давайте так. Декоративный. Кнопка включения-выключения питания. Микрофон. Качелька громкости. Все из металла сделано. USB Type-C для зарядки. И также динамики. С одной стороны. И динамик с другой стороны. Сверху динамиков нет. Есть лоток. Снизу есть только микрофон. Несмотря на то, что планшет красивый. Буду его тестировать в чехле. Потому что именно в этом режиме я хочу проверить, как он будет держать температуры. Ведь чехол изготавливался конкретно под эту модель. Значит он должен хорошо справляться с нагрузками именно в чехле. Да и большинство людей, я думаю, будут в чехле использовать этот планшет. Вырезы все сделаны классно. И под наушники, и под кнопки. В общем, все сделано на очень качественно высоком уровне. Также в комплекте есть инструкция. Книжка небольшая, но она достаточно толстая. Также есть на русском. Здесь идет иголка, которая была у меня даже в смартфоне HotWave Cyber 13 Pro. Это специальная иголка. Видите, здесь с таким небольшим язычком. Чтобы можно было поддеть лоток, который утоплен, спрятан. То есть для защищенных смартфонов. Но такие иголки, видать, они делают просто уже сразу комплектом. И даже устанавливают туда, где по сути эта функция не нужна. Зарядный адаптер, он же блок питания. Здесь у нас на 5 вольт 2 ампера. То есть 10 ваттник. Думаю, что заряжать будет данный планшет достаточно долго. Кабель USB-USB-C. Ну, такой приятный на ощупь. И неплохой по эластичности. Но не верх. Наушников в комплекте нет. Но зато здорово, что есть защитное стекло. Итак, первое знакомство, считаю, было неплохим. Я его включил. Он провибрировал. И могу сказать по поводу вибромотора. Он здесь очень приятный. Возможно, вибрацию можно будет настроить. Но уже то, что я сейчас почувствовал, мне понравилось. По настройке планшета, думаю, здесь никаких сюрпризов не будет. Русский язык у нас, конечно же, есть. Вот видно, что моя сеть. А и А5G. Смотрим на скорость подключения. Так как это первое подключение, он пока получит IP-адрес. Очень быстро подключился, на самом деле. Что касается экрана. Это IPS-матрица. Поэтому никакого шима здесь не будет. Это понятно. И диагональ достаточно большая. Слушайте, 10,4 дюйма. Очень большой планшетик. Подойдет не только для чтения, не только для игр, но и для просмотра видеоконтента. Я уже вижу небольшие засветки. Или засветы здесь по бокам. Но вот больше всего здесь внизу. Это бюджетный планшет. Поэтому я не буду говорить о том, что засветы это так плохо. И, собственно, в этом планшете они есть. Поэтому планшет плохой. Нет. В дешевых планшетах засветы есть. Где-то больше, где-то меньше. Здесь они не критичные. Не сильно вырвиглаз. Но в целом об этом я, конечно, не мог не сказать. Что касается того, насколько он хорошо ловит Wi-Fi. Могу отметить. Сейчас создам аккаунт специально под планшет. Могу отметить, что здесь мы сейчас находимся за двумя стенами от роутера. И примерно расстояние. А, еще я преграждаю путь к Wi-Fi. И еще примерно расстояние, наверное, метров 10-12 до роутера. То есть получается, что очень такие серьезные преграды. Но, несмотря на это, видим, что ловит он неплохо Wi-Fi. То есть без одной антенны. Без двух, без одной антенны. Итак, создал аккаунт для данного планшета. Для тестирования. И могу отметить, что все это время сопутствует всем действиям вибрация. Вибрация приятная и не дешевая. Как это обычно бывает на планшетах. Либо вообще она там отсутствует. Он пришел полностью заряженный. Ну и пока он настраивается. Понятно, что всякие нюансы о производительности я смогу рассказать. Когда я его потестирую. В тех же Antutu, в играх и так далее. Но уже сейчас могу сказать, что Unisoc Tiger T606 это просто легендарный процессор. Который отлично подойдет и под обычные сценарии. Такие как браузинг, какие-то социальные сети. Просмотр видео в разных приложениях. Может быть в YouTube. Но также подойдет и под сложные задачи. Такие как игры. Понятно, что не все игры. И не на супер максимальном качестве графики. Но в любом случае он будет хорошо тянуть игры. Еще хотел бы отметить, что этот процессор он довольно холодный. То есть он не стремится к перегреву. И практически всегда дает максимальную производительность. Такого даже Snapdragon топовые не всегда дают. Потому что они стремятся к перегреву. И начинают троттлить и понижать частоты. Здесь такого нет. Потому что здесь идет баланс мощности, охлаждения и оптимизации софта. Что касается сетей. Здесь поддерживаются сети 2G, 3G и 4G. Понятно, что 5G не поддерживается. Лоток у нас комбинированный. Двойной, сдвоенный. То есть либо две симки, либо одну симку и карту памяти. Да, я так понимаю. Ну, как минимум одна симка здесь точно встает. Но я так думаю, что можно две симки вставить. По крайней мере, вот место под нее вроде как есть. Могу ошибаться. Напишите в комментариях, кто лучше это знает. Так как это всего лишь знакомство, то, конечно же, мне простительно. Видим, что здесь есть полноценная звонилка гугловская. Здесь есть контакты. И мне интересно, какая это оболочка. То есть HotWave или это все-таки чистый Android. Уже по значкам видно, что от чистого Android здесь 90%. Наверное, заходим в настройки. Да, это оболочка HotWave. То есть это практически чистый Android. Но с некоторыми элементами. Например, вот прорисовка здесь дизайна идет HotWave. Шторку смотрим. Шторка здесь у нас практически чистый Android с небольшими изменениями HotWave. Назовем это так. И видим, что есть недоперевод. То есть вот на английском надпись была. Сразу есть управление жестами. То есть можно кнопки включить, как это по старинке, скажем так. А есть управление жестами. Не могу найти автоматическую регулировку яркости, хоть и тресни. Вот регулируется яркость ползунком. Есть защита зрения. Можно выбрать разные обои. Можно задать время отключения дисплея. Но автояркости, к сожалению, нет. Здесь мы видим, что из 256 гигабайт использовано всего лишь 1174. То есть великолепный результат. Получается у нас нет хлама всякого. Всяких игр, бесполезных приложений и так далее. Статистика по батарейке у нас ведется по экрану. Отлично. Сможем проверить реальную автономность. Здесь у нас есть обновление чисто андроида. И о планшете здесь у нас есть, скорее всего, обновление оболочки. Вот смотрите, есть обновление прошивки. Хочу протестировать его на первой версии прошивки. Вот запоминаем какая она. А потом обновлюсь и посмотрю, исправили ли какие-то баги. Как некоторые говорят, HotWave это не серьезный бренд. Там не дождаться обновлений. Но вот, пожалуйста, только достал из коробки и уже есть какое-то обновление. Так, видно, что камера практически не фризит. То есть предпросмотр у нас достаточно четкий. Ну, понятно, это надо будет проверить при хорошем освещении. Пока что камеры простые. То есть я не вижу какого-то вау. У меня не возникает эффекта. Я не вижу чего-то такого, что могло бы меня удивить. Ну, понятно, в планшетах, да еще и за эти деньги это как бы нормально. Планшет не тяжелый, как мне кажется, грамм 450, наверное, весит. Надо посмотреть в характеристиках, но не дотягивает до 500 точно. Потому что iPad, например, там прям ощущается, да, то есть вес. Здесь как будто бы чуть-чуть не дотягивает. Если говорить об оболочке, то видим, что здесь 13-й Android, свежий. То есть можно, в принципе, брать этот планшет сейчас и не переживать, что он будет у вас не актуален через буквально там год. Если говорить о динамиках, то интересен какой звук. Я всех приветствую. Сегодня будет подробный и полноценный обзор на часы от компании Mass X. Это Oasis X. И перед тем, как делать этот обзор, я сразу скажу, что... Могу сказать по звуку, что он очень громкий. Он очень крикливый планшет. Здесь в основном середина, высокие частоты, низких частот практически нет. Поэтому звук такой крикливый. Большинству подойдет. Ну, музыку слушать, понятно, не очень приятно на таком планшете будет. Понятно, что это не флагман. И как бы это обычный звук. И для данной ценовой категории он вполне себе достойный. Мне понравилось, что я запускаю вот разные приложения. Они запускаются быстро. Единственная проблема сейчас, то, что вот я вижу, это отрисовка анимаций. То есть, я сворачиваю. Может быть, нужно ему прогрузиться. Но когда я сворачиваю какое-то окно, то оно как бы уходит в несколько ступеней. То есть, вот заходим в настройки. Сейчас плавно. Давайте еще раз. Сейчас плавно. Давайте камеру. Сейчас плавно. Google Play. Сейчас плавно. Может быть, я как-то не так нажимал. Нет, плавно все-таки. Может быть, нужно... Может быть, я как-то медленно так делал? Нет, тоже плавно. То есть, медленно он запускает менеджер запущенных приложений. Ну, вот бывают иногда фризы. Может быть, ему нужно прогрузиться. Но вот конкретно, когда я начал проверять, оно куда-то все исчезло. Также я знаю, что у данного планшета есть несколько режимов работы. Вот есть детский режим. Есть режим для пожилых людей, упрощенный, скажем так. Тоже важно будет посмотреть, как это все работает. Потому что некоторые покупают такие планшеты именно для детей. Также хотел бы отметить, что здесь есть запись экрана. Это тоже круто, что она поддерживается. И есть FM-приемник. Вот он. То есть, можно, в принципе, записывать станции. В целом, приятные первые впечатления. Начинаю его тестировать. И в подробном обзоре расскажу о его автономности. О том, как он хорошо справляется с играми, например. В плане, даже просто синтетику запущу. Посмотрим, насколько он будет хорошо обращаться к памяти. Насколько будет перегрев у него. И так далее, и так далее. Есть еще модификация с клавиатурой. К сожалению, эта модификация дороже. Поэтому я ее не заказывал. Вот не знаю, можно ли там купить с русской клавиатурой. Мне понравилась яркость экрана. Мне не понравилось, что нет автояркости. Мне понравился звук. Он ровный с двух сторон. Он нет перекоса. Да, он плоский, но он громкий. Что немаловажно в современных реалиях. Если говорить о зарядке. Понятно, что хотелось бы здесь какой-нибудь Quick Charge 3. Чтобы планшет быстрее заряжался. Потому что 10 ватт это совсем не годится. Но, опять же, такие планшеты, как правило, заряжаются в течение ночи. То есть на ночь ставят. Снимают потом утром зарядки. И пользуются в течение дня. У него красивый дизайн. Он сделан полностью из алюминия. У него чехол в комплекте. Причем чехол качественный. В целом, думаю, что пока что впечатления более приятные, чем неприятные. Если говорить о цветопередаче, то мне нравится то, как он передает цвета. Время, конечно, покажет, насколько он хорош. Да нет, нормально передает цвета. Обязательно смотрите второй канал, который у меня есть. Там я публикую подробные полноценные обзоры спустя тестирование. Спустя определенный промежуток времени. Потому что, ну так вот сходу нельзя сказать, планшет годный или нет. Пока что мне нравится. Каких-то конкретных минусов, которые бы четко бросились в глаза. Я сказал, что нет, не стоит брать. Их пока нет. Спасибо всем за внимание. Ссылка на него будет в описании. Всем хорошего настроения. И пока. Продолжение следует...